Добрый день, дорогие телезрители! В Восточной Сибири идут тревожные новости. Там горят леса. Тема не новая и, скажем так, нашему региону очень больно аукающаяся каждый год. Тем не менее, вот та череда уголовных дел, которая пошла в Восточной Сибири, она не может не вызвать определенную тревогу и у руководства нашего региона. И давайте о степени готовности к ликвидации лесных пожаров, которые, ну, как бы это не звучало цинично, но они неизбежны. Об этом мы поговорим сегодня в программе «Один из нас». Мы начинаем. Ну и, коллеги, добрый день всем, добрый вечер. У нас ситуация такая, что, еще раз, я вот с фразы начал, которая, еще раз говорю, звучит очень цинично. Но лесные пожары каждый год, они неизбежны, как, не знаю, как крах мирового империализма, но тем не менее. Вот давайте о причинах. Немножку о причинах, вообще почему. Есть мнение того, что у нас те, которые выезжают на охоту, по ягоды, по грибы и так далее, руку прикладывают. Есть мнение такого, что во всем виноват сельхоз палок. Кстати, глава на своей прямой линии отдельно озвучивал этот вопрос. Есть мне вообще сумасшедшие такие мнения о том, что виноваты во всем происке наших западных партнеров, которые через какие-то орбитальные системы снижают количество, скажем так, делового леса. Но это бред, конечно, но тем не менее, еще раз, во всем виноват, наверное, человек. Мое личное мнение такое, что из-за развития сети дорог люди стали выезжать подальше, где, скажем так, выезд ликвидаторов становится уже проблематичным, и очаги пожара возникают уже в удаленных точках. Это, с одной стороны, хорошо, то, что не угрожает населенным пунктам, из-за которых погорели, вот, кстати, наши соседи, погорели в том плане, что возбуждены уголовные дела в отношении глав муниципальных образований. И, с другой стороны, это все-таки заставляет, задействует колоссальные и технические, и финансовые средства, которые требуются для ликвидации вот этих пожара. Давайте все-таки о рассуждении наше, о причинах. Почему у нас каждый год горят леса? Давайте. Кто первый начнет? Да, давайте я начну. Ну, надо сказать, что у нас основные причины – это грозовые разряды и человеческий фактор. По итогам прошлого года, надо сказать, что где-то 50 на 50 у нас было. Чуть больше человеческого фактора, 73 случая, от грозовых разрядов где-то 69 случаев. Это по прошлому году. А ранее, если посмотреть 2011 год, 2014 год, где у нас горимость наиболее больше была, по этим годам у нас показателей человеческого фактора намного меньше. То есть, мы больше горим, когда у нас больше солнечной активности. Это надо принять. То есть, в те годы у нас было порядка 30 на 70%. 30 – это человеческий фактор, 70 – это природный фактор. Погодный фактор. У нас уровень инсоляции, извиняюсь, выше, чем в Краснодарском крае. То есть, солнечных дней в году больше и так далее, значит, мы должны гореть. И у нас гореть больше, чем в Краснодарском крае. То есть, у нас, по идее, изначально, перманентно, постоянно какая-то горячая точка в этом отношении. Да. Территория у нас огромная. 254 миллиона гектаров. Это одна пятая часть Лесного фонда Российской Федерации. И, соответственно, у нас, если даже есть погода, так скажем, как в прошлом году была более-менее нормальная, лето дождливое, да, то все равно имеется то из Центральной Якутии, или там заречная группа районов, есть места, где жарко, где нет дождей, да. Поэтому в прошлом году у нас было, например, 157 лесных пожаров, да, зарегистрировано. На площади 17 600 гектаров, в том числе 4 лесных пожара в особо охраняемых природных территориях. Вы помните же, как горели у нас леские столбы в прошлом году, да? А ранее, 11-14 год, мы всегда о них говорим, потому что эти годы были самые горимые, и в те годы у нас выгорело порядка миллиона гектаров, да, и мы затратили на тушение порядка больше миллиарда рублей. Больше миллиарда рублей. Давайте вот мы, экономика с одной стороны, вот средства, которые мы тратим на ликвидацию пожаров, да, с другой стороны, давайте попробуем экономику вот здесь, сколько мы теряем вот на этих пожарах, ущерб какой наносится? Ну, ущерб, сами понимаете, весенний период, он небольшой на самом деле, да, потому что пожар, он идет низовой, беглый, он не успеет выгорать, да, а летний пожар, он самый ущерб наносит, да, то есть он выходит на верховые точки, бывают большие ветра, и, соответственно, очень большие территории выгорают, летний пожар, да. По итогам прошлого года у нас ущерб получился чуть более 100 миллионов рублей, да? 100 миллионов. Ну, то есть тоже небольшой ущерб. А в предыдущие годы вот были где-то 500 миллионов, 600 миллионов, да, как вы знаете... Сопоставимые цифры, да. То есть мы миллиард теряем, половину миллиарда теряем, миллиард тратим, да? Да, мы тратим больше, на самом деле больше тратим на тушение лесного пожара, да, но по всем показателям ущерб бывает, ну, как бы чуть меньше. Обычно, да? Вот, потом, что касается этих других показателей, да, это, ну, потратили мы миллиард рублей, это в большей степени федеральные деньги, то есть на тушение лесного пожара у нас выделяется субвенцией. И обычно наши вот лесопоражные формирования, это якутская база авиационной охраны лесов и автономное учреждение Якут Лес Ресурс, они ежегодно заканчивают год с кредиторкой. То есть федеральный бюджет не успевает закрывать те расходы, которые мы уже носим, да? То есть мы не успеваем платить людям, мы не успеваем оплачивать за аренду техники и так далее, и так далее. К сожалению, наши формирования, они ежегодно у нас ставится вопрос по итогам проверки именно Рослесхозом, что республика или не готова, или ограниченно не готова. В связи с чем, да? Первое, это нехватка людей, как правило, да? Второе, это оснащение техникой и оборудованием. Вот два показателя, которые мы никак не можем ежегодно, как бы, точку вот эту найти, да? Какой-то баланс облюстили. Да, баланс, да. Денег не хватает, на самом деле. И ежегодно у нас вот по итогам проверки со стороны Рослесхоза справка, акт выходит, что республика не готова, да? Но при этом мы большую работу проводим с муниципальными образованиями, да? Ежегодно выезжаем на выездные совещания, да? Подписываем соглашение, подписываем протокол и совместно работаем. Это уже порядка шестой год уже у нас идем, да? Именно департамент, авиабаза, ГАО «Якутый ресурс». И в связи с этим у нас есть понимание того, что на местах работа проводится. То есть если мы свои силы полностью задействуем и работаем с муниципальным образованием, по итогам года у нас получается порядка 40% или даже половина лесных пожаров тушатся за счет местного населения. Это есть. Это мы единственный регион, который в этом плане очень сильно работает. То есть люди у нас понимают, что мы в этих лесах охотимся, в этих лесах собираем дикоросы и так далее, грибы, ягоды. Поэтому больших проблем в этом плане нет. То есть у нас готовится ежегодно вот весной сводный план тушения лесных пожаров. Ну это основной документ наш для плане тушения лесных пожаров, который согласовывается со всеми министерствами, заинтересованными министерствами и ведомствами. И в конечном итоге подписывается главой республики. В этом году он подписан 18 марта текущего года. Где у нас прописано в каждом районе, какие силы в случае чего будут задействованы на тушение лесных пожаров в разрезе муниципальных поселений. Ну в 16-м по крайней мере году руководство страны, я имею ввиду Владимира Владимировича, очень высоко оценило, скажем так, степень готовности республики. Те предложения, которые внес глава нашего региона в плане противодействия вот как раз лесным пожарам. В этом году, ну я не знаю, понимание наверное все-таки есть от всей зоны, которая от Урала и Восточной, да, то что эти именно регионы и Восточная Сибирь и Дальний Восток, они наиболее подвержены, вот скажем, этой ужасающей опасности. Я бы все-таки хотел момент заострить на муниципалах, да, представительница Хангласского Улуса у нас сегодня участвует в программе. До эфира вы сказали, что, ну, во всем виноваты люди. Но за каждым же вашим жителем не поставишь вот контролирующего человека, который... О нет, я могу озвучить следующую информацию, совершенно другую. У нас в 2016-м году произошло 20 пожаров. И из них только в четырех усматривается антропогенный фактор. Это раз. Во-вторых, если взять план подготовки к тушению лесных пожаров, то из 111, вот сейчас не буду на память скажу, 6 человек порошкистов, 3 ДПС, 6 ГАО и Кутилес Ресурс, а остальные кто? ДПК, ДПО, муниципалы. И РТП тоже из их числа. РТП это что? Руководители тушения лесных пожаров. В каждом муниципальном образовании. И тут есть два критерия подготовки, проверки. На уровне муниципалов прямо перенимаете терминологию, скажем так, силовую структуру. Ну да. Вынуждены, да? Не то, что вы вынуждены, я просто давно в этой структуре. Ясно. В каше. Да, в этой каше давно. Дело в том, что еще, понимаете, подход, допустим, отдела надзорной деятельности и лесничества совершенно другой в плане проверки подготовки муниципальных образований. Если ОНД проверяет минполосы, проверяет еще, так что там, систему оповещения населения, готовность по каким-то еще другим мероприятиям, то лесничество оценит совершенно по-другим. То есть РЛО, наличие РЛО, обучение РТП, провело, не провело, если из числа, допустим, ДПО, ДПК, люди готовы пойти в лесной массив, вести за собой людей и приступить к тушению лесных пожаров. Что еще хочу сказать, дело в том, что я всегда, и мы всегда подходим к тому пониманию, что доверять нужно профессионалам. В плане профессионалов, профессионалами можно в этой области тушение ликвидации, в первый день обнаружения, это в основном парашисты пожарные и ДПС. У них есть КТО, за то, что они ликвидацию производят в первый день обнаружения, то у них, соответственно, есть какой-то материальный стимул. А какой материальный стимул, допустим, есть у того же ДПК, во-первых, или же мобилизованного товарища, вот тоже мы разговаривали на эту тему, мотивации, в общем-то, никакой. Если взять безработных, им оплачивается 100 рублей, не больше, понимаете? Ему никакой выгоды нет, но там, ну, приедет он, необычный, бывает, что приезжают в резиновых сапожках, в кедах или даже в сланцах, ну, всякое бывает. А нужны-то люди, соответственно, экипированные, во-первых, которые могут лопатой махать и топором, и бензопилой работать, ну, то есть профессионалы, во-первых. В плане же подготовки нашего района я могу сказать следующее. Мы с 2011 года ввели свою практику, практику автопатрулирования, то есть совместно с надзорными органами, это ОНД, это лесники, это ВДПО, это муниципальное образование, специалисты, администрации, добровольцы какие-то, ну, в плане добровольно-промедительной, скажем так. Они выходят на патрули. У нас разработаны маршруты, на маршрутах ставятся посты, и затем они проверяют, кто куда едет, за какой надобностью, записывают номера машин, выдают памятки, выдают обязательства, и какой-никакой контроль осуществляется. Нынче очень много мероприятий прошло у нас в плане того, что была выставка гражданской безопасности, проводится акция «Чистый лес», безопасная территория без огня, затем конкурс детских рисунков, детские тоже, начиная. В общем-то, с 93-го года у нас планомерно проводится работа в том плане, что законно, скажем так, даже не законно послушаю, а соблюдение и уважение к лесу нужно внедрять, уважение даже к огню, внедрять надо буквально с детских, молодых ногтей, с детского садика. Это понятно, это хорошо вообще, вот вся вот эта пропаганда и так далее, это замечательно на самом деле, да? Но, учитывая опыт и Иркутской области, и Бурятии, да, как вы вообще лично, вы, как представитель муниципалитета, относитесь к тому, что всех собак в данной ситуации с лесным пожаром навесили-то на вас. Сядете вы, если что? Ну, скажем так, ситуация немножечко другая. Я знаю, что вот Бурятия, это совершенно другую игру, особенно Читинской области, Бурятия, это у них чабанная скотоводство, скажем так, в основном же овцы, а овцы, они буквально выедают всю траву, выедают полностью до земли, их переводят с места на место. Бывают годы, когда какие-то места остаются, и сколько себя помню, дело в том, что я связана была с Бурятией долгое время, и там получается так, что пожары возникали у них уже в мае месяце, в апреле месяце. Всегда? Всегда. Так что это просто-напросто их беда. А у нас, не беда даже, скажем так, у нас всплеск, допустим, термоточек возникает всегда в период открытия сезона охоты. О! Я про что? Я вот хочу еще сказать, дело в том, что Южная Неслега, я проводила анализ, где у нас чаще всего возникают пожары. У нас они возникают там, где шаговая доступность леса, дороги хорошие. Кроме того, мощная вездеходная техника, кстати, здесь немаловажный фактор, что у нас очень много гостей, очень много гостей. В туристском плане он привлекательный наш район, это раз. Во-вторых, тоже столичным жителям куда? Самое ближайшее мы, Горный, Намский. И получается так, что масса у нас выезжает именно до Титаров. И всплеск, именно вот термоточек, и вот как раз базируется в этом от Техтюра до Титаров. Ладно, Левый берег, а как горели Столбуты вообще? Ну там, сразу скажу, что там были грозовые явления. Они имеют место быть, они были, потому что там, очевидно, есть все-таки залежи каких-то руд. В 1936-1937 годах, по-моему, там проводились исследования, но это пока осталось, скажем так, за непрекрасненный запас, возможно, что нету ни транспортной доступности, тем более сейчас оно перешло в разряд особо охраняемых территорий. Поэтому вопроса разработки, допустим, у этих месторождений, в общем-то, нет. Но как негативный фактор, одним из самых негативных факторов, то, что грозовые явления концентруются именно поботами и всегда бьют почти практически в одни и те же места. И с года в год оно и есть, как только гроза. И то, что климатические изменения идут в планетарном масштабе, наблюдаем все. Насколько была нынче теплая зима, скажем так, насколько было холодное лето в прошлом году. Мы опять скатываемся на уровень РЕН-ТВ. Я еще раз возвращаюсь к своему вопросу. Как вы лично, как муниципал, относитесь к тому, что... Вот товарищ Леонов сказал, что у нас совершенно случайно каждый год не погибает кто-либо в населенных пунктах из-за лесных пожаров. Совершенно случайно. Ситуация, которая идет в Иркутской области, в Бурятии, она, я не знаю, это только, наверное, лишь случайно, что у нас не повторяется. Вот еще раз, случись что... Тут-вот-вот-вот-вот-вот. Тут-вот-вот, конечно. Давайте дружно все поприем. Но что нужно противодействовать тому, чтобы вот Иркутск не повторился, чтобы Бурятия, Хакасия не повторилась? Я еще раз говорю, как вы лично относитесь к тому, что, если что, сядете вы? К этому я, конечно, очень плохо отношусь. Что вам нужно? Что мне нужно? От них же? Что нам нужно? Во-первых, мы ряд лет ставим тему дислокации ПХС третьего типа на территории Хангаловского района. Да, тракторный парк изношен. Техника тоже устарела. Вот, согласны со мной, знают прекрасно, что... И техника для маневрирования порой бывает, что приходится выбивать, упрашивать и так далее. Но у нас очень хороший народ. Они все прекрасно понимают, чем это чревато. Отлично. О том, чем это чревато, мы сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, опять же, в данном случае, как лесные пожары, в каком-то определенном масштабе, неизбежна каждым летом, у нас на канале НВК Сахариклама. Прямо сейчас. Увидимся сразу после нее. Так получается, что мы приступаем ко второй части нашего обсуждения. Еще раз, мы оттолкнулись от той ситуации, которая складывается в Иркутске, сложилась, вернее, в Иркутской, в Бурятии, в Хакасии. И до эфира еще товарищ Леонов сказал, что и Вилюйск мы вспомнили, и когда непосредственная угроза, когда стена огня стояла буквально в двух-трех километрах от населенных пунктов. И то, что там наши люди не погибли, это очень большое наше достижение, наверное. Но вот что этому способствует, что у нас, конечно, обходится? Ну, во-первых, то, что это все обходится, это не просто так, Павлович, к какому-то желанию, велению. Все-таки у нас специалисты есть, да, которые с большим, огромным трудом выполняют ту работу. И причина всех вот этих вещей – это наша малочисленность. В первую очередь нам приходится маневрировать за 1200 километров. Представьте, мы солдана, людей перевозили в Мирный. Это какое расстояние? Это как от Москвы до Краснодара. Примерно так. Вот такое маневрирование у нас происходит. А причина? Причина в том, что численности не хватает. А если, допустим, даже брать те же затраты по переброске, это тоже деньги. И большие деньги, потому что только авиации можно перевезти. Если мы отправим на машине, они там пока приедут, там уже ничего не останется. Ну, это и так, я утрирую, конечно. Поэтому, конечно же, то, что наши специалисты, в частности, когда были пожары на территории Мининского района, то угроза была Чернышевскому, потом Светлому. Там, вот, хоть книгу можно было писать, было полнейшее взаимодействие всех служб. Это наземные авиационные МЧС. Вот, я сам там присутствовал, в командировке был. Когда рукава развертывались, там, я не знаю, там, наверное, десятки километров было развертывано рукавов, то есть МЧС машины были. Потом мобилизованные, которые имели свою вездеходную технику, они просто сутками, техника не глушилась. Плюс авиация МЧС, которая была в тот момент задействована, и именно в тот промежуток, когда была реальная угроза, переход. Потому что опорных полос практически нет. Если мы выпускаем там какой-то ручеек, там, песчаный был, каменистый, то уже практически до самого Светлого нигде не остановишься. Только в самом поселке. Поэтому здесь все было так слажено, оперативно, и все шло вот 50 на 50. Но все-таки профессионализм помог нам, ну и, может быть, удача в какой-то степени. Это мы отстояли. Но здесь разговор мы сейчас ведем не о том, кому где повезло, а о том, чтобы не предотвратить, не допустить, в первую очередь, такого, да? Да, да, да. И что должно быть сделано для таких случаев? Ну, первое, я считаю, это, и самое основное, это должно быть увеличение численности специалистов на территории республики. У нас территория, вот, Джулсанамар сказал, 254 миллиона. Да нигде нет такой территории на территории России. Я имею в виду по площади. По площади. Из них у нас сохраняется порядка 40 миллионов. Но, тем не менее, остальная часть территории отходит в зону контроля, где мы, тем не менее, контролируем эти пожары, и при угрозе объектам экономики или населенным пунктам мы должны принять меры. Но принять меры на территории северных районов нам уже кратно сложнее и проблематичнее, тем не менее, на территории центральной части республики. Потому что там у наших подразделений нет. Авиации там тоже практически мало. И здесь приходится, конечно, очень, так сказать, выбирать, что делать. Тушить пожар, не тушить пожар. Ну, и когда мы возвращаемся... Что, возникают такие вопросы, что ли? Возникают такие вопросы. Тушить или не тушить? Тушить или не тушить, да. Возникают они тогда, когда мы возвращаемся к экономике. Вот вы говорили, про ущерб спрашивали и прочее. Сейчас же позиция такая, что можно, скажем, ущерб получить 50 тысяч рублей, условно, да, я имею в виду лесному хозяйству, а затрат туда вложить десяток миллионов. Экономика все равно должна присутствовать. Во-первых, в первую очередь, есть смысл тушить данный пожар? Чему он угрожает? Что там растет? Ценные породы, неценные, какой там грунт, скалистый, есть ли там населенный пункт? Если населенный пункт, там есть ли какой-то объект экономики, это даже не обсуждается. То есть мы должны при любом случае этот пожар тушить. Либо мы должны принять меры и управлять этим пожаром. То есть, скажем, он идет в каком-то направлении, мы должны высадиться, сделать опорную полосу, развернуть его и направить туда, где он ничему не угрожает и по большому счету ущерба быть не должно. Это не то, что там задача стоит потушить все пожары, которые находятся на территории не только республики, всего земного шара. Да ни одна страна с огромной экономикой не сможет потушить все пожары, которые возникают на территории всего земного шара. Поэтому что-то тушится, что-то не тушится, что-то контролируется, что-то управляется. Вот так должно быть. Иначе это будет никакой бюджет не выделить, тем более в этой ситуации. Но у нас те районы, которые сейчас мы имеем в виду, центральные районы, где особо охраняемые, здесь мы однозначно должны иметь материальную базу и специалистов в достаточном количестве, а не так, что нам приходится, так сказать, гоняться за этими вещами, что нужно откуда-то людей перебрашивать. Это время. Можно пожар потушить на площади, скажем, 100 гектар, а пока мы будем маневрировать, он уже будет 500 гектар. Это уже затратно. Это уже надо не 10, не 30 человек, а 150-200. Это все упирается потом в деньги, в время и в конечном итоге вырастает в затраты по данному пожару. Ну и плюс ущерб увеличивается. А вот когда на Ленских столбах, кстати, возгорание было, вообще возникал ли вопрос, тушить или не тушить? Нет. Вот я ссылаюсь опять на... Пожар, такой вопрос не возникал. Другой вопрос стоял в том, что это совпало с массовой вспышкой пожара, если так уж на топ пойти, да? Потому что, вам слышали, предыдущие наши собеседники сказали, это пожары были ады гроз, грозовой активности. Гроза прошла не по Ленским столбам, она прошла по территории Хангаласского района, допустим, Мегина-Хангаласского, Амгинского района, Усмайского, там, Горного района. То есть пожаров было не четыре или не два, там, как бы здесь мы с вами понимаем. То есть их был на тот момент, может быть, десятка-два. Но я еще раз выражаю, к численности, наша-то численность, она очень маленькая. И поэтому, пока те пожары обслуживались, появляется, вот, допустим, пожар на Ленских столбах. Естественно, что меры, конечно, были приняты с опозданием, да? То есть здесь скрывать нечего. Что пришлось вызывать, скажем, тяжелое. Ну, во-первых, нам пришлось маневрировать, среди потушенной пожары тушатся, и мы перебрасываем людей, это тоже время. Что такое Ленские столбы? Там условия тушения наисложнейшие, наверное, на всей территории республики, потому что это скалистый грунт, скал. То есть вы там ничего не прокопаете. Если вас туда посадить, на эту сопку, там буквально 5-10 сантиметров, дальше идет камень. Мало того, что там еще и водой толком не зальешь. То есть тушение там очень сложное. И там работать приходилось, ну, я не знаю, там, наверное, часов по 12. Наверное, круглосуточно они там работали, боролись с этим делом. И все это происходило очень сложно. Вопрос стоял в том, что нам, ну, конечно, с опозданием. С опозданием людей перевезли, местное население, воду туда, там не возьмешь, потому что там скала, вы видели, там на какой высоте. То есть все это нужно было завозить воздушными судами, на внешние подвески, перебрасывать. Ну, это просто очень сложно. Такие пожары, конечно, нужно тушить как можно на меньшей площади обнаружения. То есть чем раньше, тем лучше. И в советское время, в советское время применяли взрывчатые материалы. Вы можете сказать, вообще, во сколько обошелся, обошлась ликвидация пожара на Ленской столбах? Ну, там было... Ну, все-таки особо охраняемые территории. Да, там было, значит, не один пожар, там было три... Четыре пожара. Четыре пожара было. И в целом 44 миллиона рублей там было затрачено, да. Это не только республика, это еще федеральная? Нет, это чисто с вуликанского бюджета 44 миллиона рублей. Я вот соглашусь с коллегами, да, в действительности там сложная, ну, сама география, само это дно. Ну, и там народ был мобилизован. В тушениях присутствовали, там работало более 200 человек, там хангалацкие жители все. Наши работники были мобилизованы, Министерство охраны, правда, со всей республики. БИ-200 работал у нас там ежедневно. Ну, и, соответственно, вот, авиохрана лесов, вертолет летал каждый день. Вот почему вот такие затраты получились у нас. А каково соотношение там было добровольцев и профессионалов, которые вот... Ну, давайте вот как образцовый, примерный. Коллеги правильно говорят, да. У нас не хватает действительности профессионалов. Вот работников, десантников, прожитетов, от которых КПД намного больше. Их вот 10 человек, группировку, они идут, запашут такой километр раз. А мы мобилизуем 100 человек мобилизованных населения, ну, они пройдут от силы там одну треть или как. Поэтому такой фактор тоже есть, но не надо сочетов снимать именно мобилизованных населения. У нас один из регионов, где мы тушим всем миром. И население присутствует во всех пожарах. Самый же главный фактор, что при первом обнаружении его сразу локализовать и тушить. Если упустить, то уже, соответственно, вот практик показывает уже потом уже мобилизация не только тех жителей из всей республики, даже из МЧС Российской Федерации. То есть, товарищ профессионал, вы считаете, что содержание, скажем так, определенных крыльев, там, центральное крыло, западное, восточное и так далее, вот ваше подразделение гораздо облегчило бы ситуацию, в принципе? Намного. Во-первых, это все было бы оперативней. Понимаете, то есть, если возьмем по западу, если иметь в пределах 100 человек группировку на территории Миринского района, мы бы могли закрывать Ленск, Мирный, Сунтары и часть Вилюйской группы. То есть, вторая группировка, допустим, здесь и третья там находится в районе Чульман, Алдан. Во-первых, все они должны быть подвязаны к авиации, потому что, ну, не секрет, что у нас здесь транспортная схема, она практически ее нет для оперативного взаимодействия. Я имею в виду, что не в одном именно населенном пункте они должны находиться, а вот те подразделения, которые у нас есть, они должны быть укомплектованы, как минимум, чтобы доходило до 30 хотя бы человек на подразделение. И мне кажется, это будет дешевле их содержать, чем ежели потом нести многомиллиардные затраты, если они могут быть, эти затраты. Или хотя бы как-то поэтапно, в плане того, что, допустим, часть постоянных профессионалов, часть должна приниматься на временной характер с обучением. Не так, чтобы, допустим, мы сегодня приняли и завтра его отправили в тайгу тушить пожары. Это тоже неправильно. То есть он должен пройти обучение, одеться, обуться. И хотя бы порядка 6 месяцев он должен быть на содержании, этот человек. Тогда будет эффект. И зная, что все-таки кто идет тушить лесные пожары, я имею в виду из числа профессионалов, это молодые люди. У кого есть здоровье, у кого есть романтика, у кого все-таки какое-то есть желание пообщаться с природой и прочее. Я всегда своим говорю, вы, некоторые у нас туристы платят деньги, чтобы попасть куда-то, да, и посмотреть, какие там уголки у нас находятся. А вы, а мы вам платим за то, чтобы вы там побывали. Ну, естественно, не просто побывали, а потушили пожар там что-то, выполнили какую-то работу. Поэтому очень много таких людей, которые любят и даже держатся у нас в основном только из-за того, что они охотники, рыбаки, в части в зимний период, да? А вообще у руководства республики на федеральном даже уровне есть понимание вот того, чтобы мы сказали, вот, увеличить кратно, скажем так, группировку профессионалов, которые... Давайте я скажу, да? Да. Ну, ежегодно мы привлекаем федеральный резерв. Это ФУБУА Велесохрана. Ежегодно мы как минимум 100 человек привлекаем, да? Да. Переброска, проживание в режиме ожидания, это все берет на себя республика. Ага. То есть мы берем их с Москвы, допустим, перебрасываем сюда, это получается где-то туда и обратно как минимум 20 миллионов рублей. Проживание здесь в режиме ожидания тоже большие деньги, потому что у них зарплата не такая, как у наших специалистов, раза в три больше. Раза в три больше. Это фактор, да? И мы по итогам прошлого года осенью доказали, что нам необходимо хотя бы 100 человек, ну, это в текущем году 50 парашютистов-десантников добавить, и в следующем году 50 человек, да? Это расходы на них, да? В год получается порядка на 50 человек где-то 35 миллионов рублей. Вот. Сопоставимо, да? То есть они приехали, 100 человек поработали, неделю. Получили 35, да? Республика за них заплатила. Авиации и так далее. Порядка 20-25 миллионов рублей. Если бы мы будем держать 50 человек, 100 человек здесь на месте, обучим их, да? Нам маневрировать намного лучше. Мы будем быстрее тушить эти лесные пожары, да? И как бы, ну, в целом оперативности намного больше будет. Вот этот фактор экономики. Если так добавить, да, для понимания, федеральный бюджет оплачивает конкретно лесной пожар. Да? Вопросы готовности и финансирования вот этих учреждений, они дают субъекту. То есть на переданные полномочия они конкретно лесной подъем. То есть они выделяют деньги чисто на пожары. То есть чем мы будем тушить, каким образом здесь будем тушить, какой техникой, какими людьми, обученными, необученными, их это не касается. К сожалению, это так. Я на вашем месте обиделся давным-давно уже. Правила установлены так, Рослесхозом, да? Вот. И мы ежегодно ставим вопрос также увеличения финансирования в целом. То есть субвенции по Российской Федерации распределяется по методике, да? Это порядка 22 миллиардов рублей на всю Российскую Федерацию. И мы получаем, да, вот если так, ну как бы сравнение сказать, да, на один гектар защитных эксплуатационных лесов, да, ну как бы по методике так распределяется, мы получаем порядка 3 рублей 90 копеек. Один гектар? Да, один гектар. Ну 4 рубля максимум. А Краснодар для сравнения давайте. Для сравнения Хаба, ну дальневосточники вот все там, да, сколько регионов, это получает, извиняюсь, 3 рубля, 3 рубля, да? Дальневосточники порядка 9-10 рублей в среднем. Вот в среднем. Три раза больше. Три раза больше. В среднем по Российской Федерации эта сумма, да, 25 рублей на один гектар. То есть получается, мы, Республика Саха-Якутия, получаем минимальное финансирование с федерального бюджета. И уже который, прям четвертый или который год у нас работа ведется с правительством Российской Федерации, чтобы вот эту методику поменять. В прошлом году Рослисхоз его, так скажем, разработал, Минэкономики мы прошли Российской Федерации, Минфине все это достопорилось. На сегодняшний день методика эта, ну пока приостановлена, да? Если бы мы его приняли, настояли и так далее, то есть мы настаивали, но лоббирование со стороны центральной группы субъектов и так далее, она намного больше, к сожалению. Мы бы получали в этом году 826 миллионов рублей. Субвенции. Субвенции. Сейчас мы получаем 401. 401 миллиона. В дополнение я скажу, да, вот у нас тема разговора подготовка к лесным пожарам. В принципе, это ежегодные мероприятия. И у нас в правительстве, вот, начиная с конца года, выход уже нормативный акт распоряжения к подготовке к следующему году. Ну и предприятиям, как было сказано, план, потому что в марте уже приказ выход по ведомствам, министерствам, да? И на сегодняшний день с бюджета республики выделено 305 миллионов за рублей, да? Получается 35-4 миллиона рублей. Вот, а вот с федерального субвенции должны получать 400, сколько сказали? 300 миллионов. Да, в целом должно быть 700 миллионов. То есть свою часть правительства республики на сегодняшний день уже выделила с бюджета республики, получается. Гослисфон, у нас федеральный, заговорим тогда, нет пожаров. Когда есть пожары, вот тушите сами, говорят. Вот надо работать уже с федералами, чтобы они нам дали, выделили средства на тушение. А на мероприятия, мероприятия, в принципе, проводятся. На сегодняшний день у нас наземная служба, это Якут-Центр-Лес, авиаохрана лесов. Вопрос стоит увеличить их в статные единицы, чтобы были профессионалы, тушили своевременно. И вот создать как по регионам, или как правильно, западный, северный, центральный. Вот так бы организоваться, и все было бы нормально. В принципе, своевременные мероприятия, превентивные, по подготовке к пожароопасным ценам, они проводятся. Но не в недостаточном количестве, получается. Ну, как сказать, недостаточном количестве. В деньгах, еще раз я говорю, соотношение 700 рублей запланировано, 700 тысяч миллионов, да. 305 республика своей выделила на сегодняшний день. 400 миллионов надо уже добиваться. Так ведь, да? Ну, я еще раз добавлю, да, что федеральный бюджет содержание вот этих учреждений не финансирует. В принципе. И это ложится временем на субъект, да. То есть готовность должен обеспечить субъект. Вот в чем дело. И у нас ежегодно вопрос стоит финансированием вот этих наших двух учреждений, да, достаточным финансированием наших двух учреждений. И, к сожалению, у нас в госпрограмме этих средств нет. Но когда наступает момент, МЧС выделяет куда большую сумму, скажем так, на ту же ликвидацию, да. Ну, насколько, как показывают опыт, опять вернемся к тем же ленским столбам, да. МЧС же выделил куда большую сумму. Там бэшка летала каждый день и, по-моему, в копеечку все это обошлось. Ну, я хотел бы отметить, что, в принципе, тушение пожаров – это не функция МЧС. Это только, значит, наша функция предупреждения, чрезвычайная ситуация, которая может возникнуть в результате лесного пожара. Вот, как уже говорили, при подходе к населенным пунктам, 5-километровую зону, когда, соответственно, наши пожарные подразделения начинают работать вплотную и с лесоохраной, и с другими подразделениями. То, что авиационная техника, то, в принципе, финансирует республика в данном случае. Так, давайте мы сейчас еще раз, товарищ Овчинников, сразу после рекламы, которая, опять же, совсем нежно на месте у нас на голову свалилась, слава Байконуру, мы вернемся к рассуждениям товарища Овчинникова из МЧС. Ждите сразу после рекламы. Да, и мы продолжаем, мы еще раз, давайте мы закончим мысль товарища из МЧС, еще раз. Мы так поняли, что тушение, пожары и так далее, это не функция абсолютной МЧС. Лесных пожаров. Да. Лесных пожаров. А вот когда вплотную приближается к населенному пункту, вот как мы говорили ранее. Да, тут уже это наступает, значит, наша задача, выполнение нашей задачи, привлечение пожарной охраны, которая базируется, дислоцируется в населенных пунктах. И с использованием всех ресурсов обеспечить безопасность людей, находящихся в этом населенном пункте. Значит, немалую важную роль играют, конечно, здесь те мероприятия, предусмотренные нормативными документами, которые выполнены, должны быть превентивные меры, которыми органы местного управления даже выполнены. Это, в первую очередь, соблюдение противопожарных расстояния от застройки до лесного массива. Это для городских поселений 50 метров и для сельских 30 метров, что зачастую у нас, особенно на селе, не выполняется. Застройка ведет вплотную к лесному массиву, поэтому здесь переброс лесного пожара очень актуален в этом случае. Также, значит, в чем проблема, вопрос возникающий, это отсутствие минерализованных полос также и отсутствие источников водоснабжения. Вот это самые главные вопросы. То есть, опять же, муниципалов обязывает иметь резервуары и так далее. Все на вас сидит, все на вас, товарищи муниципалов. На самом деле, я не отрицаю это значение населения в ликвидации вот этих вот ситуаций еще раз, да. Но еще раз, для населения было бы полезно. Вот я в перерыве, в рекламной паузе задал вопрос. Где градация между ЧС и обычной ситуацией, когда рядом с поселением горит лесной пожар? И что дает? Кто вводит режим ЧС? Что это дает? И еще раз, тут же нюансов множество, как Дюлсан Иванович говорит. Ну, режим ЧС, во-первых, вводится распоряжением главы на основании решения КЧС, которые он собирает. Во-первых, градации идут еще по площади наземный пожар. Это 25 ГА, горит в течение там суток-двое, двое суток действует. Или же в зоне авиационной доступности 200, более, около 200, и 200 ГА тоже действует на протяжении более двух суток. Это раз. Теперь скажу, с другой стороны, обязательно нужен особый противопожарный режим, если наступает класс пожарной опасности где-то третий, четвертый. Четвертый бы я точно уже бы сказала. Но хочу сказать, у нас население очень грамотное с одной стороны, но бывает, что информация не доходит, или же им не доводится, или же им просто неинтересно туда смотреть. То есть это телевидение, это радио и так далее. Ну, спасибо, ну-ка. Да, да, это имеет место быть, так что тут отрицать нечего, это жизнь. Но я хочу сказать, что все вот это должно работать в едином ключе, и все должны работать службы четко, взаимосвязанно, чтобы в любой момент у нас установка была, я скажу даже так, три года назад, на Малой площади большими силами в первый день обнаружения. И это действует. Дело в том, что у нас ни одно предприятие не отказывается, во-первых, от патрулирования, у нас ни одно предприятие не отказывается от выделения техники, хотя бывает так, что со скрипом техника у них занята на других своих производственных задачах. Тем не менее, они технику, и трав выделяются, и бульдозер выделяется. Кто был на лесном пожаре Поперленские столбы, знаете, что там сразу по первому требованию были задействованы и паромы, были задействованы и вывезли технику туда, более четырех тракторов. Это имело место быть. Остались два трактора там. Да, вот. А вот это предприятие, это сторонние предприятия. Там местность такая, не могли... Местность такая, да, действительно. Действительно, местность такая, и безводные, и так далее. И все-таки, как бы, я понимаю, что лучше, конечно, не доводить до такого дела. А что вообще дает... Вот вы сказали, что в ЧАЭСе, ну, все, кроме лесных пожаров. То есть, может быть, землетрясение, там, наводнение, и так далее, и так далее. То есть, федеральный вот этот фонд чрезвычайной ситуации задействован, субъектом быть не может. Да, это... Нонсенс, да? Да, беда, общая беда, так скажем, на лесопожарных служб, что положений по чрезвычайным ситуациям, да, нету именно лесных пожаров. И, соответственно, у нас по республике то же самое. То есть, мы будем задействовать все силы и средства, когда лесной пожар подойдет ближе к 5-километровой зоне. Вот в чем проблема. А мы-то хотим, да, вот с совместными силами, да, вот все присутствующие, решать вопросы... Ревентивные. ...30, да, там, 30 километров, 50 километров. Уже на минимальных площадях пытаемся закрыть эти вопросы. Когда они разрастаются, эти лесные пожары, да, тысячами гектаров, да, вы сами знаете, да, что у нас более 200 населенных пунктов, там, почти 300, по-моему, да, находятся прямо в лесу, да. Если эта стена подойдет к населенным пунктам, это никакой режим ЧС, ничто не остановит этот пожар, когда он идет стеной. Это было. Вот все мои коллеги, которые более опытные, они скажут, этот пожар, лесной пожар, это страшная сила. Он перебрасывается на сотни метров, сам себя перебрасывает. Он перекидывается через реки, через речки, да. Это было, есть. Через дороги, конкретные федеральные дороги перекидывается. Поэтому наша задача, лесной службы, да, Министерство охраны природы, сейчас мы совместно работаем, муниципалитеты, да, все эти вопросы решать на уровне 50-ти километровой, там, если есть возможность, то 100 километров решать вопросы. И первые двое суток. Все. Это наша общая задача. И для этого мы что просим? Мы просим на самом деле небольшого. Это увеличение количества сил авиалисохраны и якут-лес-ресурс, это наземные службы. Все. Там небольшая сумма выходит ежегодно, да. Это небольшая плата для спокойствия, для превентивных мер, так скажем, ежегодных. И мы должны обучить их людей. 160 человек вот этих, которые по пожарной парашютисты-десантники, это недостаточно. В советские годы у нас было 1200 человек, 90-е годы. 1200 человек. Это что-то, о чем-то говорит. А сейчас 163 человека, из которых, наверное, уже какая-то часть уже пенсионеры, какая-то часть уже, как бы, этот... Предпенсионного. Да, предпенсионного возраста. Мы поэтому ежегодно готовим летчиков-наблюдателей, пытаемся готовить, да, 3-4 человека. Сейчас у нас 29 человек, да, специалистов. Летчики-наблюдатели, это тоже обязательно. То есть самолет летит, сидит пилот, рядом летчик-наблюдатель. Он обнаружил лесной пожар, сразу координаты сообщает диспетчеру, и таким образом вот эта система работает. А так, если сказать, в целом по республике, благодаря нашей слаженной работе, да, система вот эта работает на самом деле. Даже у нас сил намного меньше со сравнением с нашими соседями, да, это Красноярский край, да, это Иркутская область, да. Там в разы много больше их, хотя площадь... Несопоставима. Несопоставима, там намного меньше. Мы по площади самый большой регион. Есть один момент в этом году. Республика вошла как пилотный проект, один из... Ну, не все субъекты. Пилотный проект мы вошли как электронный бюджет. И учреждения должны работать по госзаданию. То есть должны заниматься только своим делом. Понимаете, я к тому, что вот авиохрана леса, объектов центра леса решилась по госзаданию, должны будут тушить лес. А у них людей не хватает. Мы уже... У нас таких полномочий не будет. Понимаете? Вот до сегодня мы всем говорим, все идем, тушим. А в конце года ко мне придет кто? Надзорный орган, счетная палата. Вы тушили. Да, не целевое использование финансовых средств. Поэтому этот год уникальный, покажет к концу года. А прогнозы не такие уж и тушительные. Ну, закон что дышал, получается, да. Ну, вообще в целом, конечно, хорошо, что вопрос этот поднимается постоянно. Причем на постоянном уровне поднимается. И все-таки... Увеличить надо именно профессионалов. Да, вот закону логики, если сыграют, да, если будет увеличено и количество, и качество подготовки вот этих людей, которые на постоянной основе, на профессиональном уровне задействованы в противодействии такому явлению, как лесные пожары, наверное, это будет всем лучше. Ведь от судимости суммами большими откупляются, да. А тут на законном уровне, ну, я не знаю, пробить механизм, изыскать все-таки эти средства и получить, вот как Александр Иванович говорит, чтобы спать спокойно. Ведь еще раз, я очень не завидую муниципалам, которые, ну, понятно, каждому из жителей, жителю своему не представишь, там, милиционера, там, или кого-нибудь еще, чтобы тот следил и не разводил костров где-нибудь, где не надо, да. Я понимаю, что их трудно вынести, ну, они согласны, но поговорка, пока петух не клюнет, ну, не зашевелятся же люди. Когда они увидят непосредственную угрозу своим жилищам, своим населенным пунктам, только тогда они увидят, согласны? Ну, и еще раз говорю, логика должна преобладать, здравый смысл должен преобладать. И совместными усилиями, совместными мероприятиями, которые направлены и на выбивание этих средств, и на защиту, отстаивание вот этих средств, они сработают. И, в конце концов, я еще раз говорю, вот на дальних рубежах останавливать пожары, все-таки это будет явление такое, которое, ну, ладно, вот товарищ Леонов будет спокойно, говорит, ну, там, там, там спокойно, там ребята сзади. Ну, давайте к концу лета еще раз вернемся к этой теме, к лесным пожарам. Увидимся.